Я очень рад находиться здесь, в центре святителя Иоанна Золотоуста, в центре Москвы, в старой Москве, в настоящей Москве. И сегодня мы будем с вами заниматься литургическим богословием. Литургическое богословие – это наука о богослужебных и сопутствовавших им текстах. Литургическое богословие считается наиболее точным выражением православной веры. Ни один учебник догматического богословия не раскрывает так основание нашей веры, как сами богослужебные тексты. И тексты, которые связаны с подготовкой к богослужению, как то утренние молитвы, вечерние молитвы и правила к причастию. Когда мы читаем древних авторов, мы не чувствуем, что у них как бы отсутствует богословское образование. Никаких семинарий они не кончали, никаких академий они не кончали. Это вообще очень позднее изобретение в истории церкви, такое профессиональное образование для священслужителей. Но читая труды этих авторов, мы видим высокий уровень богословия. Их семинария и их академия – это молитвенные тексты церкви. Богослужебные тексты, тексты, связанные с разными правилами, особенно с праздниками и таинствами церкви. Если говорить об современных авторах, которые учитывают именно литургическое богословие, то, к сожалению, их немного. Я знаю одного – это Юстин Попович, который реально отталкивается от богослужебных текстов. В них он видит более точное выражение веры, чем в собственно догматическом богословии, сравнительном богословии. Ну, то, что общим наименованием можно назвать школьным богословием. Авторы многих богослужебных текстов – это были святые люди. В некоторых случаях мы знаем, кто составлял ту или иную молитву, ту или иную службу. Но во многих случаях мы не можем распознать авторство. Но тот факт, что церковь имеет эти сакральные тексты как выражение своей молитвенной жизни – это говорит об очень многом. Литургическое богословие – это наука, которую еще надо будет изучать и исследовать. И мне кажется, что в предстоящем, в теперешнем тысячелетии внимание будет обращено именно к литургическому богословию, как к более точному выразителю веры. И сегодня мы с вами будем говорить о молитвах перед причащением. Нам надо с вами выявить все аллузии на библейские свидетельства, на библейские тексты, которые встречаются в этих молитвах, или рассмотреть прямые библейские тексты, которые даются в этих молитвах. У нас будет с вами две встречи, если будем живы, Господь позволит. И вторая встреча – мы будем рассматривать благодарственные молитвы. К сожалению, формат нашего общения не позволяет рассмотреть канон перед причащением, и мы ограничимся только молитвами. Молитвы перед причащением, которые используются в нашей Церкви теперь, это сокращенный вариант молитв перед причащением. Более полный вариант вы можете купить в любой старообрядческой лавке. Таких лавок достаточно много, книжных лавок. И там можно купить книгу, она называется «Правильные каноны». Не в том смысле, что они только правильные, а другие неправильные. Это каноны к причастию, то есть это правила к причастию. И там дается расписано, как наши предки готовились к причастию в течение недели. Что они читали в понедельник, что они читали во вторник, для того, чтобы причаститься в воскресный день. И там вы можете увидеть как раз полное количество молитв. Не так давно у нас в стране издали греческие молитвослов. Очень интересное издание. Оно как раз ближе к старообрядческим сборникам, чем то, что мы сейчас имеем. По количеству молитв перед причастием, после причастия. И это было очень интересное такое свидетельство, что на самом деле дониконовская традиция, она сохраняла именно греческий изгон молитв. А реформа, которая произошла, она имела целью немножко секуляризировать пространство молитвы. Здесь надо заметить, что у наших предков не было никаких утренних и никаких вечерних молитв. Мало кто это знает. Но это очень позднее изобретение. Такие молитвы в русских молитвословах появляются где-то в конец XVII, начало XVIII века. И прочно они состоялись в XIX веке. Молитвенник Древней Руси – это книга по названию Чистослов. Это настоящий молитвенник Древней Руси, по которому наши предки молились утром, вечером и так далее. Эта практика бережно сохраняется у русских староградцев. Она интересна, потому что она показывает, что наши предки жили суточным кругом, богослужебным, седмичным кругом, богослужебным, и, например, если старинный русский человек был в храме, и там читались по Чистослову вечерние молитвы, дома он уже молитвы вечерние не читал. Он совершал положенные поклоны, так называемые предначинательные молитвы и поклоны, и ночью он мог петь Двенадцатый псалмик, но не более того. То есть в отсутствие утренних и вечерних молитв было повечерие, вечерие, утреннее, обедница, и в зависимости от того, был человек в храме или не был, был он на литургии или нет, он вычитывал те тексты, которые составляют суточный круг. Для того, чтобы лучше понимать вот эти молитвы, мы будем их с вами рассматривать в переводе на русский язык. Вот мне дали православный молитвослов для новоначальных с переводом на современный русский язык. Здесь текст дается в двух изводах на церковно-славянском и бережный перевод на русский язык. На самом деле, я бы советовал не только новоначальным, но и докторам богословия заглядывать в такой молитвослов. Я бы рекомендовал вам, конечно, его иметь. Если что-то будет непонятно, вы будете обращаться сюда. Сам я противник перевода молитв на русский язык. В этом я вижу такой мясничковый сепаратизм. И мы видим последствия этого сепаратизма националистического, то, что происходит на Украине. Например, если русская церковь перейдет окончательно на русский язык, а что сделает белорусская церковь? А что окончательно сделает украинская церковь? И так далее. Все тоже перейдут на свои национальные языки. И на самом деле, это будет процесс обмещания нашей молитвенной традиции. Честно скажу, я знаю, как делаются современные переводы. Семинаристам дают задание сидеть и переводить в свободное от учебы время. И они сидят там и переводят слова. И, конечно, это ужасно. Были, конечно, переводчики, которые могли бы адекватно переводить. Ну, на слуху у всех это покойный господин Аверинцев. Он блестяще переводил с греческого. Он блестяще переводил со славянского. Он знал славянский язык. Он знал разницу между церковно-славянским и древне-славянским. Он знал еврейский, он знал арамейский. И когда он еще был жив, делалась попытка организации Штензальца переводить талмуд с арамейского на русский. Издали только три тома и повесили в последнем томе некролог, что Сергей Аверинцев умер. И без этого православного ученого они отказались делать перевод. Потому что признали, что адекватно на русский язык вряд ли кто сможет так перевести. Как перевел этот такой удивительный человек. В Священном Писании сказано, вы не знаете, как молиться и о чем просить. Но сам Дух Святой молится вас воздыханиями неизреченными. Так вот, канонические молитвы, церкви, они являют неизреченную красоту Духа Святаго, который вдохновлял авторов этих молитв. Поэтому к этому наследию мы должны относиться более чем бережно. Мы должны его оберегать. Славянский язык для русского украинца белоруса не составляет сложности. Но может быть даже для русского в большей степени сложности. А украинский язык, например, сохранил больше славянизма, чем русский язык. А в чем-то белорусский язык сохранил славянизмы, но там были и полонизмы. Но в любом случае, когда мы читаем молитвы на церковно-славянском языке, который зиждется на старо-славянском языке, мы проявляем осторожность и бережение тому богатому богатому наследию Святой Руси, которое есть общее достояние для великороссов, малороссов и белорусов. Итак, молитва перед причащением. Молитва первая святителя Василия Великого. Владыка Господь Иисус Христос, Божий наш, источник жизни и бессмертия, Творец всего творения, видимого и невидимого, Сын безначального Отца, вместе с Ним вечный и безначальный, в последние дни по безмерному милосердию облегшийся в плоть, распятый и погребенный за нас неблагодарных и злонравных, обновивший своей кровью, поврежденный грехом естество наше. Здесь сразу мы обнаруживаем множество аллюзий с догматическими решениями Церкви, с библейскими свидетельствами о Христе, где также говорится о Господе нашем Иисусе Христе, что Он принес жизнь и жизнь с избытком. Вот так сказано в Библии о Христе, что Он принес жизнь и жизнь с избытком. Что это значит? Это значит, что Он принес не просто жизнь, живет человек 50-60 лет, умрет, вырастет лопух на могиле и будет доволен. Он принес жизнь с избытком, то есть жизнь, которая начавшаяся в этой временной жизни, жизнь в Боге и с Богом, которая уже никогда не прекращается, даже в вечности. И в классической христианской догматике, которая отталкивается от библейских текстов, говорится о том, что есть два воскресения и есть две смерти. И сказано в Новом Завете, тот, кто имеет участие в первом воскресении, в первом воскресении, над тем смерть вторая не имеет власти. Что такое первое воскресение? И что такое второе воскресение? Первое воскресение, это когда в этой жизни до момента физической смерти человек обращается к Богу. Это сравнивается с тем, что он как бы воскрес. Помните, когда Христос беседовал с пожилым старцем Никодимом, он говорил, тебе надо родиться свыше. И вот это первое воскрешение, это первое духовное рождение, и если в этой жизни, до момента физической смерти, мы пережили возрождение, это значит, что смерть вторая не будет иметь над нами власти. смерть вторая, это когда в день страшного суда люди услышат приговор «Идите проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелу его». Таким образом, в православной сетериологии есть представление о двух воскресениях. Первое это в этой жизни, когда атеист становится верующим, когда еретик становится ортодоксом, а второе воскрешение это воскрешение тела. Оно существенно ничего не меняет. И для некоторых людей, как пишет святитель Григорий, лучше было бы не воскреснуть, чем воскреснуть, получить бессмертное тело и оказаться в аду, где плач и скрежет зубов. Поэтому, пока мы живы, у нас есть надежда на духовное воскрешение, и наверняка многие сидящие здесь его пережили. Это момент обращения к церковлению. Две смерти. Первая смерть это физическая смерть, которая вообще ничего не меняет. Умирают и праведные, умирают и грешные. А вот вторая смерть, когда Христос отделит одних от других и скажет тем, которые слева, идите проклятые в огонь вечный, я никогда не знал вас. И вот мука будет заключаться в том, адская мука, что расторжение с Творцом, а в Библии сказано о Боге, что им мы живем, движемся и существуем. Поэтому разлука с Творцом, расторжение, оно не может быть татарным, но само это ощущение, это будет самое страшное. И в начале первой молитвы святитель Василий Великий, он касается этих тем, он настаивает на том, что Христос обновил нас своей кровью, обновил наше поврежденное грехом естество. Для этого он и стал подобен нам, как пишет апостол Павел, во всем, кроме греха. Далее. Сам бессмертный царь, прими покаяние от меня грешного, преклони твое ухо ко мне и услышь слова мои, согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред тобою и недостоин поднять глаза на высоту славы твоей, ибо прогневал твое милосердие, приступив твои заповеди и не послушав твоих повелей. Здесь прямая аллюзия с молитвой мытаря. Пока мы приближаемся к великому посту, мы имеем следующее воскресное чтение. Сегодня было чтение о Закхей. Закхей это самый плохой человек в городе. Начальник мытарь, человек богатый. Также в воскресных чтениях перед постом нет, Закхей будет сегодня о блудном сыне. О блудном сыне, да. Так вот, блудный сын это самый плохой человек семьи. Если Закхей самый плохой человек в городе, блудный сын это слабое звено в семье. Он расточил имение отца живя распутно. И также Евангелие о мытаре и фарисее. Мытарь это самый плохой прихожанин. Даже его нельзя назвать прихожанином, он такой захожанин. Там идеальный прихожанин как раз фарисей. Почему такие Евангелия водят нас во время поста. И церковь их так расположила в каждом воскресенье и целая седмица называется о блудном сыне, о Закхее, о мытаре фарисее и так далее. Таким образом, литургическое богословие как бы говорит, подсказывает, может может быть ты самый плохой член семьи, может быть ты тот самый блудный сын, который расточил все жилья распутное, может быть ты самый плохой человек в городе, как Закхей, может быть ты самый плохой прихожанин, как мытарь, какой-то захожанин, неорганизованный человек, в отличие от очень хорошего прихожанина фарисея, я думаю, каждый московский приход хотел бы иметь такого прихожанина, который постился два раза в неделю, десятую часть отдавал на Дом Божий, и литургическое богословие говорит, может быть так, может быть так, может быть но время поста может все поменять. Если ты как блудный сын скажешь встану, пойду к отцу моему, или как Закхей будешь искать Иисуса, чтобы видеть его, или как мытарь будешь ударять себя в грудь и восклицать Божьей милости буди ко мне грешному. И вот эти слова у Василия Великого согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред тобою, это берется как раз из Евангелия о блудном сыне, и не достоин поднять глаза на высоту славы твоей, а это Евангелие о мытаре и фарисея. Ибо прогневал твое милосердие, приступив твои заповеди и не послушав твоих правилений. В этой части молитвы Василия Великого мы находим слова «Распятый и погребенный за нас неблагодарных и злонравных». Здесь можно усмотреть аллюзию с посланием к римлянам 3 глава 9 по 24 стих где апостол Павел пишет что мы все неблагодарные и злонравные. Павел пишет «Итак что же имеем ли мы преимущество? Нисколько ибо мы уже доказали что как иудеи так и элины в контексте послания к римлянам иудеи это верующие элины это не верующие ибо мы уже доказали что как иудеи то есть верующие так и элины не верующие все под берегом как написано нет праведного ни одного нет разумевающего никто не ищет Бога все совратились из пути до одного негодны нет делающего добро нет ни одного гортань их открытый гроб языком своим обманывают яд яд аспидов на губах их уста их полны злословия горечи ноги их быстры на пролитие крови разрушение пагуба на путях их они не знают пути мира нет страха Божия пред глазами их но мы знаем что закон если что говорит говорит к состоящим под законом так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен пред Богом потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть ибо законом познается грех но ныне независимо от закона явилась правда Божия о которой свидетельствуют законы пророки правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих ибо нет различия потому что все согрешили и лишены славы Божией получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе здесь апостол Павел утверждает что между людьми нету разницы то есть нету принципиальной разницы даже между верующими и неверующими потому что и те и те согрешают разница заключается только в том что верующие имеют средства очищения освящения и оправдания они верующие люди не имеют этих средств и далее Василий Великий пишет но ты Господи незлобивый долготерпеливый многомилостивый не оставил меня погибнуть с моими беззакониями всячески ожидая моего прощения ты человеколюбец сам сказал через пророка своего решительно не хочу я смерти грешника но хочу чтобы он обратился и жив был и вот эти слова мы рассмотрим первая цитата но ты Господи незлобивый долготерпеливый и многомилостивый не оставил меня погибнуть с моими беззакониями и в книге исход рассказывается о том как Моисей какое-то время не понимал Бога он не понимал его характера и когда Моисей перешел Черное море есть такой древний мидраж очень красивый он увидел что всплыли мертвые египтяне которые потонули в этом море и Моисей стал прыгать от радости и хлопать в ладоши я вот иногда смотрю российское телевидение украинское телевидение и там все отчитываются сколько предположительно погибло врагов так так вот Моисей узнал что для Бога не только евреи но и египтяне и все люди живущие на земле произошедшие от одной крови Адама это его дети и Маше стало стыдно как должно быть стыдно людям которые злорадствуют по поводу гибели других людей это недопустимо и серьезная проблема нашего мира в котором мы живем мы наблюдаем расчеловечивание образа потенциального врага когда нам говорят они такие 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 а им рассказывают какие мы эти русские такие 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 для чего делается расчеловечивание образа потенциального врага чтобы легче было убивать с меньшей оглядкой на совесть а теперь давайте вспомним что делает Библия когда впервые запрещает убийство человека человеком это законы данные иною Библия не расчеловечивает потенциального врага а обожествляет там сказано человек не должен своей рукой проливать кровь другого человека ибо человек создан по образу Божьим то есть противоположность агрессивным настроениям по любую сторону фронта Библия настаивает на том что это священный дар жизнь и она не расчеловечивает человека а обожествляет его подчеркивая божественное происхождение ибо человек создан по образу Бога и это очень важно помнить но здесь в этой молитве мы слышим что сам Бог незлобивый долготерпеливый и многомилостивый и Моисей очень хотел понять Бога и когда он услышал что для него все его дети тем более он хотел понять Бога и однажды Бог сказал ему я явлюсь тебе и провозглашу святость имени своего и это мы читаем исход 34 глава 5 8 стих и здесь Господь говорит о себе показан провозглашает и сошел Господь в облаке и остановился там близ него то есть близ Моисея и провозгласил имя Иегова и прошел Господь пред лицем его то есть Моисея и возгласил Господь Господь Бог человеколюбивый и милосердный долготерпеливый и многомилостивый и истинно сохраняющий милость в тысячи родов прощающий вину и преступления и грех но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего четвертого рода Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и вот Василий Великий в своей молитве он проводит такую аллюзию обнаруживает ее он верит милосердию Бога который был засвидетельствован даже на горе Синай той самой горе где Бог положил основание своим законом в дикологии в десятисловии вот эти слова из молитвы Василия Великого решительно не хочу я смерти грешника так Василий Великий воспроизводит слова Бога он берет эти слова из книги Изакеиля 33 глава 11 стих где сказано скажи им живу я говорит Господь Бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был ободритесь обратитесь от злых путей ваших для чего умирать вам дом Израиля Бог не хочет смерти грешного то есть согрешившего оступившегося тем более Господь промышляет о праведных впрочем если говорить о заботе Божьей то она одинаково распространяется на праведных и на грешных это Христос показывает в Нагорной проповеди когда говорит что Отец Небесный посылает свет солнца на праведных и на неправедных и дождем дождит на праведных и на неправедных поэтому христиане не могут являться участниками каких-то конфликтов мы равнодушны должны к ним относиться может быть кто-то из вас не знает но не так давно исламская организация Аль-Каида объявила войну другой исламской организации ИГИЛ Ну Аль-Каида объявила войну ИГИЛ А почему мы христиане должны как-то оценивать эту ситуацию Зачем нам быть на стороне ИГИЛ или на стороне Аль-Каида Причем в случае с этими мусульманами они более набожны пять раз в день молятся чем те политические деятели Европы которые распоряжаются судьбами стран и народов и хотят всех втянуть или на одну сторону или на другую занимая любую из сторон мы становимся участниками конфликта И Златоуст пишет Ведь Бог милостив грешников Все Писание полно залогов Божия человеколюбия Какая высокая риторика Все Писание полно залогов Божьего человеколюбия Оно говорит Живу Я Говорит Господь Не хочу смерти грешному Но чтобы он обратился и был жив Бог клянется не потому что не доверяет себе но выводя наше неверие в состояние веры всего это работа святителя Леон Златоуста она называется весьма полезное слово о вере и о законе природы и о Святом Духе Далее, святитель Василий Великий пишет, истинно так, Господи, Иисус Христос, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих таинств Твоих. Итак, мы выбираем только основные темы интересные, которые являются аллюзией на библейское откровение. Итак, Василий Великий произносит слова, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих таинств Твоих, это его первая молитва. И здесь прямая аллюзия с первым посланием Коринфянам, 11 глава, 27-30 стих, где апостол Павел пишет о причастии. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают». Что значит, когда человек ест и пьет недостойно? «Большинство верующих ошибаются на этот счет. Им кажется, что они должны стяжать некую чистоту, и тогда они могут приступить к святому причастию. Это пелагианская ошибка, и очень серьезная. Мы никогда не сможем очиститься настолько, чтобы приступать к телу и крови без страха Божия. Помните, как в церкви возглашают? «Со страхом Божиим и верою приступите». А что это значит? Это значит, что причастие – это не приз за хорошее поведение. Это самое радикальное средство в борьбе с грехом, которое, вспоминаем молитвы, связанные с причастием, попаляет терния наших прегрешений. Вот, что дает нам причастие. И здесь есть такая сложность. Перед причастием мы идем на исповедь, получаем отпущение грехов, подходим к святой чаше, и нас причащают со словами. Причащается раб Божий такой-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Во оставление каких грехов? Если я был на исповеди, и меня отпустили в грехи, и мне разрешили, благословили меня причащаться. Есть грех, как поступок, совершенный нами, а есть грех, как некий закон греха, живущий в нас. Это разделение делает апостол Павел. Грех, как поступок, не возник бы сам по себе, если бы не было вот этого закона греха, склонностей ко греху. И у каждого человека свой набор таких склонностей. Так вот, на исповеди отпускается грех, как содеянный поступок, а в причастие попаляется сама склонность ко греху. Вот почему важно причащаться, особенно тем людям, у которых хронические, нравственные, моральные проблемы, чтобы попалить тернии этих прегрешений, благодатью святого причастия. Вторая молитва – это молитва святителя Иоанна Златоуста. И здесь мы выделяем такие слова. «И как ты соизволил возлечь в пещере и в ясне бессловесных скотов, войди также и в ясне моей неразумной души и в мое оскверненное тело». Здесь вспоминается то, что когда Христос родился в Вифлееме, по-еврейски Вифлеем – это Бетлехэм, дом хлеба, не нашлось места ни в одной гостинице. Потому что на перепись населения туда прибыло много людей, а каждый по закону этой переписи при императоре Августе должен был идти в то селение, откуда родом были его предки. И святому семейству нашлось и только место в пещере, которая служила местом загона для скота в зимний период. И то, что Христос рождается в такой простой обстановке, его спеленала Дева Мария и положила в кормушку для скота, Златоуст проводит некую такую аллюзию. Он говорит, наш внутренний мир – это кормушка для скота. Мы все время кормим себя, заботимся о своем животном начале. «И как ты изволил возлечь в пещере и в яслях бессловесных скотов, войди также и в ясли моей неразумной души и в мое оскверненное тело». Следующая аллюзия идет сразу за этим. «Как не презрел войти и вечерять с грешниками в доме Симона прокаженного, удостой также войти и в дом смиренной моей души прокаженной и грешной». Здесь аллюзия с тем, что Христос пришел к Симону прокаженному. Прокажен по закону, он не должен был так поступать. Но в то же время в еврейской устной торе было предписание, что навещать больных – это одна из трех добродетелей Израиля. Которую можно делать даже в шаббат, в субботу. В субботу можно навещать больных, заниматься святовством и хоронить мертвых. И это не считается нарушением шаббата. И когда Христос пришел в дом прокаженному, это был создан прецедент, что никакая нечистота не может являться препятствием для того, чтобы Бог вошел в нас. В послании к римлянам Павел пишет «Христос умер за нечестивых». Что значит «за нечестивых»? Если ты не считаешь себя нечестивым, значит, Христос не умер за тебя. Христос умер за нечестивых. И Павел развивает эту мысль и пишет «Едва ли кто умрет за праведника». А зачем умирать за праведника? Но проблема заключается в том, что праведных и нету, ибо все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. Златоуст продолжает находить такие библейские аллюзии для молитвенных тем. «И как ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикоснувшуюся к тебе, так жалься и надо мною грешным, приходящим и прикасающимся к тебе. И как не погнушался нечистою, нечистотою ее оскверменных уст, поцеловавших тебя. Не погнушайся также еще более нечистыми и скверными моими устами и моими отвратительными, нечистыми и скверными оскверненными губами и еще более нечистым моим языком». Для святителя Иоанна Златоуста очень важно не просто молиться, но находить подтверждение своим молитвенным воздыханием в библейском откровении. И вот эта женщина, которая вспоминает Златоуст, это та, которая пришла, все знали, что она блудница, и она помазывала ему ноги. И Христос сказал, что во всем мире, где будет проповедана Евангелие, будут вспоминать об этой женщине. Зачем нам во всей христианской экумении вспоминать об этой женщине? Это урок надежды для нас с вами. Она, без сомнения, была нарушительница закона, как в той или иной степени каждый из нас. Может быть, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Может быть, ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Может быть, ты не воровал, но ты завидовал. Может быть, ты не завидовал, но ты доносил. а в Библии сказано – виновный в одном, виновен во всем, ибо тот же, кто сказал – не убей, он же сказал – не прелюбодействуй. Ближе к концу второй молитвы Златоуство склицает – и будь мне помощником и заступником в мире, управляя моей жизнью. Да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими. Здесь прямая аллюзия с тем, что описывается в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стиха и ниже. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Что делает Христос? Он делает то, чего не сделал ни один другой основатель мировых религий. Он ставит знак равенства между собою и любым человеком. То есть универсальность христианства заключается в том, что служа любому человеку, неважно какой религии, неважно какой нации, это может быть белорус, украинец, чеченец, служа любому человеку, мы служим самому Христу. Он поставил знак равенства между собой и любым другим человеком. И когда мы молимся вместе с сыном Златоустом «Досподоблюсь я стать, поправлю руку от Тебя со святыми Твоими», мы молимся о том, чтобы нам воспринимать любого человека как самого Христа и служить Ему как Христу. И в этом универсальность христианской религии для того, чтобы служить Богу. Нам не обязательно идти в храм, не обязательно ехать в Святую Землю, достаточно помочь любому человеку, и это будет очень важно. Третья молитва – молитва Святого Симеона «Метафраста». И здесь в самом начале мы находим такие слова «Единый, чистый и нетленный Господи по несказанному состраданию и человеколюбию, принявшие на себя все наше естество». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что сострадание Бога к нам оказалось столь велико, что Он становится одним из нас. И по несказанному состраданию и человеколюбию Он принимает на себя все наше естество. Как я уже говорил сегодня, у каждого человека есть свой печальный набор соблазнов, дурных склонностей. Так вот, в случае со Христом мы этого сказать не можем. Потому что апостол Павел пишет о Христе, что Он был искушен во всем, кроме греха. То есть, если каждый из нас имеет свой набор искушений, склонностей дурных, так Христос, когда Он взял на себя грехи всего мира, Он был искушен во всем. И апостол Павел видит в этом преимущество нашего ходатайя. Ведь будучи искушен, Он может помочь каждому искушаемому. Потому что это искушение, может, какое-то экзотическое, Он тоже взял на себя, когда взял на себя грехи всего мира. И Симеон, метафраст, он прославляет Христа за это. Единый, чистый и нетленный Господи по несказанному состраданию и человеколюбию, принявший на себя все наше естество. Далее, этот святой человек перечисляет орудия страданий. Крест, гвозди, копье, смерть. И делает вывод, умертви мои пагубные для души страсти телесные. Таким образом, крест, гвозди, копье, смерть – это орудия, с помощью которых происходит умершвление наших пагубных телесных страстей в случае с распятым и умершим на кресте Христом Иисусом. Это наши руки надо было бы пронзить гвоздями за то зло, которое мы делаем ими. Это наши ноги надо было бы пронзить гвоздями за то, как мы спешим идти стезями греха. Это на нашу голову надо было бы одеть стерновый венец и бить палкой по голове за те ужасные мысли, которые неожиданно проявляются и, как правило, в самый неподходящий момент. Далее метафраст восклицает «погребением твоим разоривший царство ада». Мы, православные христиане, исповедуем, что Иисус Христос, вот два пригнутые книзу перста – это истинный Бог и истинный человек. И в нем халкидонским определением божественное человеческое неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слен. И вот возникает вопрос, когда Христос умирает, божество осталось с его мертвым телом или с его человеческой душою, которую он сошел в ад и облистал ад сиянием божества? Если в нем божественное человеческое нераздельно, то в момент его смерти что произошло? Иоанн Дамаскин настаивает, что божество не отделилось ни от тела, ни от души. Поэтому его погребение – это начало разрушения царства ада в нашей жизни, о чем апостол Павел пишет, когда говорит «носите мертвость Иисуса Христа в себе». Почему он так пишет? Мертвость ко греху. Вот эту мертвость Христа мы должны носить себе. Представьте себе, молодой человек ведет очень разбульный образ жизни. Целая компания, его постоянно куда-то приглашают. Они нападают на людей, грабят, издеваются. И вдруг однажды эта компания приходит домой к нему, а родные говорят «а он умер, вот он лежит». Как поведут себя эти дружки? Ну, посмотрят туда-сюда и выйдут. Они не будут его приглашать уже ни на какие сходки для совершения каких-то преступлений. Он умер. Поэтому, когда Библия говорит, что нам надо носить мертвость Иисуса Христа в себе, мы должны умереть для прежней жизни, которую мы вели раньше, в одни неведения. Я общаюсь с одним священником, он в Сане больше 30 лет, и он говорит «по-настоящему я стал христианином где-то лет 10 назад». Началась настоящая брань с грехами, и он ощутил эту мертвость ко греху. И это очень важно сделать. Далее метафраз произносит слова «живоносным твоим воскресением на третий день падшего праотца, воздвигший, воздвигни и меня грехом поскользнувшегося, средство к покаянию мне предлагают». Здесь говорится о том, что чудом своего воскресения Христос на третий день после смерти воздвигает падшего праотца нашего. Имеется в виду Адам, первый человек, и его жена Ева. И если вы посмотрите на православную икону воскресения Христова, вы там увидите развешившийся ад, сломанные замки ада, которые уже не могут удерживать никого. И прежде всего Христос выводит из ада Адама и Еву, наших прародителей. Там цари идут, Давид, патриархи, Авраам, Исаак и Иаков и так далее. Почему все эти праведные тоже оказались в аду? Однажды Христос шел с учениками, они шли за Ним и ужасались. И спрашивали Его, так кто же может спастись? На что Он ответил, человеком это невозможно. Но не Бог, ибо Богу все возможно. И так как человеком невозможно спастись, неважно кто это, патриарх, пророк, они все шли в ад. Но когда Христос умирает за грехи всего мира, облистает ад сиянием божества, во гробе являет образ верности заповедям Бога, во гробе он находится в субботу, день покоя. А он сказал, что он пришел не нарушить, но исполнить закон. И его хоронили быстро, в пятницу, потому что еврейская суббота начиналась с захода солнца. То есть в пятницу вечером. Вот почему они спешили снять с креста и перебивали голенья. Когда ноги перебиты у распятого, он не может подтянуться, чтобы расправив диафрагму вздохнуть, и он задыхается, умирает от удушья. И когда перебили ноги двум, подошли к Иисусу, он уже был мертв. И тогда ударом копья пронзают его сердце, и истекает кровь и вода. Это символы двух таинств церкви, через которых мы входим в церковь. Вода – символ крещения, кровь – символ святого причастия. И из ребра Христова, из этих двух таинств, рождается его невеста – церковь. Как из ребра Адама была создана его жена Ева. Христос, как второй Адам, сотворяет церковь той благодатью, которая истекает из его ребра в виде воды и крови. Живоносным Твоим воскресеньем на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня грехом подскользнувшегося средства к покаянию мне предлагают. В Новом Завете неоднократно говорится о том, что мы оправданы воскрешением Иисуса Христа. Это немножко непонятно. То, что Он умер за наши грехи – это понятно. То есть Он занял наше место. А то, что Его воскресение есть наше оправдание, как это понять? Ответ простой. Когда Христос умер, и Его враги, и Его друзья ждали, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда на третий день Бог Отец воскресил Своего Сына, сам Сын силой ипостасного божества восстал из гроба силой Духа Святаго, это было свидетельство, что жертва принята, и мы оправданы в глазах Божьих. Далее метафраст воскресает сошествие утешителя Духа сосудами драгоценными, соделавшие священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его, то есть Святого Духа, пришествия. Почему люди раньше не могли иметь Духа Святаго? Они не были очищены. А в лукавую душу не внидит премудрость Божия, как сказано. И когда Христос умирает за наши грехи, когда Он воскрес для нашего оправдания, Он предуготовил весь род человеческий, христиан, я имею в виду, к принятию Духа Святаго. Поэтому православные традиции эти два таинства как бы внешне совмещены. У нас сначала крестят ребенка, потом совершается таинство мира помазания. Это и есть пятидесятница каждого из нас крещения Духом Святым. Четвертая молитва – это молитва Иоанна Дамаскина. Она начинается словами «Владыка, Господь, Иисус Христос, Бог наш, милосердный и человеколюбивый, один, имеющий власть, прощать грехи людям». Действительно, будучи Богом, Он обладает этой божественной властью отпускать грехи. Но тут возникает такой резонный вопрос, а как же после Его Вознесения Церковь пользуется этой властью? В 16-й главе Евангелия от Матфея в Кисарине Филипповой Христос говорит апостолу Петру, что свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Наши братья-католики очень любят этот текст, они говорят только апостолу Петру, дана такая власть, как она сохраняется и у преемников Петра. Но это ошибка. В 18-й главе Евангелия от Матфея, 18-й стих, Христос дает эту власть уже всем остальным апостолам, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И по воскресении из мертвых, дверями затворенными, Христос является в Сеонскую гормицу и говорит, кому сначала он дунул, он произносит слова «мир вам», дунул, потом говорит, примите силу, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Таким образом, любой священнослужитель, священник или епископ, он является персоной Христа в отсутствии Христа. И он действует по его поручению и от его имени. И когда священник читает разрешительную молитву, он говорит, данной властью от Иисуса Христа, ас недостойный, «прощаю» и разрешаю Ти, это формула отпущения грехов, но при этом один имеющий власть прощать грехи людям остается Бог. Но перед своим Вознесением он эту свою уникальную власть оставил представителям церкви, апостолам, апостолам, епископам, епископы сообщили эту власть пресвитерам. Далее следует молитва пятая святителя Василия Великого и здесь цитируются слова Христа «Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот пребывает во мне и я в нем». В ветхозаветном понимании кровь это душа. Кровь это душа. Таким образом, когда мы пьем его кровь, причащаемся его телом, то происходит обновление нашей души, как в крещении. во Христа крестившись, во Христа облеглись. И после крещения, и после причастия персоной Христа становится каждый и священнослужитель, и мирянин. Каждый становится персоной Христа в его отсутствии. Шестая молитва святителя Иоанна Златоуста. Здесь есть такое высказывание. «И по молитвам причистой твоей матери невещественных твоих служителей», то есть ангелов, они невещественные, нематериальные, «И святых сил», это тоже ангельский чин, «И всех святых», это людей, «от века тебе благогодивших благоволи мне принять невосуждение святое и причистое твое тело и драгоценную кровь, но во исцеление души и тела и вычищение злых моих помышлений». Протестантствующие христиане всегда против того, что мы помимо заступничества Христа прибегаем к заступничеству ангелов, Божьей Матери и святых. И действительно в Новом Завете сказано «Един ходатай един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус». Это так. Но между Христом и нами огромное пространство и в этом пространстве существуют предстоятели, которые предстоят за церковь пред лицом персоны Христа, чтобы он ходатайствовал пред Отцом Небесным. И послание к евреям, 12 глава, 22 по 24 стих, мы находим такие слова. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго к небесному Иерусалиму». Иерусалим в духовном смысле это образ церкви. Поэтому когда здесь говорится «приступили к небесному Иерусалиму», имеется в виду, что церковь существует из двух частей. Церковь небесная, торжествующая и церковь земная, странствующая и воинствующего. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго к небесному Иерусалиму и тьман ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Таким образом, здесь нам предлагается свидетельство о том, что мы приступаем не только к ходатайству Христа, который Он совершает пред Богом Отцом, но у нас есть предстоятели, которые еще живы, и есть те, которые уже покинули этот мир. И к их услугам мы обращаемся. И если один христианин, например, баптист, пятидесятник, попросит другого баптиста или пятидесятника помолиться за него, они сами воспринимают это в порядке вещей. Точно так же любая христианская молитва, обращенная к святому, она оканчивается, как правило, словами «Моли Христа Бога спастися душам нашим». Седьмая молитва перед причастием святителя Иоанна Салтауста. Здесь в самом начале мы находим слова «Недостоин я владыка Господи, чтобы ты вошел под кровь, под кровь, то есть под крышу души моей, но поскольку ты, как человеколюбец, хочешь жить во мне, то я с дерзновением приступаю». Оказывается, Бог не просто хочет навестить нас, Он хочет поселиться в нас и жить в нас и наиболее полным образом это осуществляется в святом причастии. И здесь резонно возникает вопрос, а к чего мы причащаемся? Ведь кровь и плоть – это категория тела, а сказано, что плоть и кровь Царство Божий не наследует. Мы причащаемся его крови и плоти в их соединение неразрывно с его божеством, нераздельно, неразлучно, неизменно. И Евангелие от Иоанна 14-23 Христос говорит, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть, когда мы причащаемся, мы причащаемся не только человечество Христа, но его божества, которое неразлучно и с Отцом, и с Духом Святым. «И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». В послании к Ефесянам 3.17 апостол Павел пишет, «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Вот почему церковь возглашает со страхом Божиим и верою приступить, ибо верую вселиться Христу в сердца наши». В послании Кримлина 5.5 Павел пишет, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». В первом тексте Иоанна 14.23 «Христос и Бог Отец входят в нашу жизнь». К Эфесянам 3.17 «Христос должен вселиться в твое и мое сердце». К Кримлинам 5.5 «Дух Святой как источник любви проникает в наше сердце». Таким образом, причастие тела и крови Христа это причастие Триединого Божества, потому что все совершается по воле Отца, действием Сына, силой Духа Святаго. Все таинства Церкви совершаются силой Духа Святаго, а совершитель всех таинств Сам Христос. Вот почему принципиально не важно, какой священник нам преподает то или иное таинство. В одном древнем потеряке описывается, что одного старца привели в храм, он посмотрел, сколько много народу и сказал, почему такой большой храм и всего два молящихся. Ему сказали, как же два молящихся, здесь переполненный храм. Старец сказал, этот уже со столом сидит дома, думает о том, что ему кушать. Этот зашел уже на рынок, думает о том, что там надо приобрести, этот ругается с тещей, этот уже знает, за что наказывать детей. Старца привели в алтарь, думают, может быть, там он будет более спокоен. Он посмотрел на двух священников, которые служили и засмеялся. Один из священников спросил, а почему ты смеешься? Мы службу Божию совершаем. На что старец сказал, службу Божию совершают два ангела, а вы связанные веревкой толще трех пальцев лежите под жертвенником. Но ангел совершает ради двух-трех стоящих в храме. И вот эта вера, то, что таинство совершается силой Духа Святого, совершитель сам Христос, это очень важная вера. А можем ли мы сказать, что какой-то священник не достоин совершать службу? Нет. Да, не можем. А можем ли мы сказать, что какой-то священник достоин совершать службу? Тем более не может. Так вот, когда мы говорим, кто-то недостоин совершать, это еще слабая ошибка. Но когда мы говорим, что кто-то достоин совершать службу, это граничит с богохульством. Ибо совершитель службы любого таинства, любого богослужения сам Христос. Особенно, когда епископ совершает богослужение, это присутствие Христа в окружении апостолов. И во втором послании Коринфянам, 6 глава, 16 стих, мы находим такие слова, и сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И мы это евхаристически переживаем. Когда мы открываем рот, помните в молитвах, врата, которые ты создал, вот эти врата, рот, и Христос входит в нас, Бог вселяется в нас. И отцы говорили, что когда человек причастился, и он выходит из храма, то для бесов и демонов он как лютый лев, и они в ужасе разбегаются с визгом, все эти бесы и демоны, но тут есть другая проблема. Причастие предлагается нам как святая святым. Святая святым. А когда мы становимся святыми, чтобы принять святыню, на исповеди, когда мы говорим о всех наших дурных деяниях, и получаем отпущение грехов, мы остаемся с положительными деяниями. И Августин говорит, весь закон исполнен только тогда, когда все грехи прощены. И слышав призыв святая святым, мы принимаем божество в свою жизнь не только духовную и телесную, и мы святы. И если христианин православный думает, а что такое святость преподобного Сергия, а что такое святость Силуана Афонского, причастись, и это будет святость Христа. Бог вселился в тебя, Он ходит в тебе, Он действует в тебе. А чем же мы тогда отличаемся от подлинных святых? Я часто касаюсь этой темы, мы не можем долго сохранять это состояние. Мы быстро его теряем. Мы не успеваем выйти из храма, как начинаем терять это состояние, это присутствие Бога в нас. Как в книге притч сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Подлинные святые, такие как Мария Египетская, могли сохранять святость достаточно долго, и Мария Египетская причастилась один раз, перед этим поисповедовалась и сорок лет. Она жила среди демонов, бесов, диких зверей, но и ей потребовалось, чтобы прибыл старец и напутствовал ее святыми дарами. Она бы не смогла ни одного дня прожить без той благодати, которую получила в причастие и оберегала в себе. Поэтому подлинная духовная брань – это от причастия и до причастия. Восьмая молитва святителя Иоанна Златоуста. Здесь мы находим слова «Отпусти, разреши, очисти и прости мне рабу твоему ошибки и согрешения и грехопадения мои, которыми я согрешил пред тобою. Отпусти, то есть перестань меня наказывать за это. Разреши, реши этот вопрос, очисти, сделай меня невиновным». Как такое может быть? Первое послание Иоанна 1,7 апостол-евангелист Иоанн Богослов пишет «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Сам Христос говорил, что любой грех и любая хула простятся человеком, кроме хулы на Духа Святаго. Хула на Духа Святаго это неверие, божественную любовь и милосердие. Смотрите, что пишет пророк Исаий, первая глава, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Пророк Исаия, первая глава, 16 по 18 стих. Девятая молитва – это молитва Иоанна Дамаскина. И здесь есть такая тема, «Но ты, Христос, Бог, мытаря, оправдавший, и ханамиянку помиловавший и разбойнику врата рая открывший». Оправданный мытарь – это апостол и евангелист Матфей. Хананиянка помилованная – это та, которой Христос сначала сказал «плохо взять хлеб у детей и бросить псам». Он даже не ей это сказал, а о ней апостолам, но она со смирением ответила «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ». Разбойнику врата рая открывший на кресте, когда Христос сказал «Ныне же будешь со мною в раю». И в Евангелии от Матфея 21 глава 31 стих Христос говорит «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему? Блудницы, проститутки, мытари, обменщики валюты, сборщики податей вперед нас идут в Царство Божие. У этих людей не было иллюзий относительно самих себя. А когда мы имеем какие-то горделивые иллюзии относительно самих себя, это мешает Богу действовать в нас. Как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И последняя молитва, эта молитва святителя Иоанна Салтауста читается священникам при выносе чаши. «Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир спасти грешников, из которых я первый. Еще верую, что это есть именно причистое тело Твое, и что это есть именно драгоценная кровь Твоя. Посему молюсь Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения мои, вольные и невольные, которые я сделал словом и делом, сознательно, несознательно, и удостой меня неосужденно, причаститесь и причистое в Твоих таяц, в оставление грехов и в жизнь вечную. Эти слова многие знают наизусть, на сакральном церковно-славянском языке, они вдыхают в надежду в наши сердца, что невозможно для человеков, возможно для Бога, и Христос, который душею сходил в ад и облистал ад сиянием божества, в святых дарах своего тела и крови, он сойдет в ад Твоей моей души, посетит эти ясли для скота кормушку, чтобы облистать сиянием своего присутствия. И сия благодать доходит до разделения составов и мозгов судит помышления и намерения наши. И церковь восклицает «Вечери Твоей таинственной ныне Сын Божий причастником меня прими, ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам тебе лобзания такого, как июда, но как разбойник, исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царствие Твое». Царствие Божие на земле – это его церковь. В книге пророка Даниила сказано, «И в одни тех царств, то есть человеческих царств, возникнет царство, которое одолеет все царства и наполнит всю землю, и конца этому царству не будет». Это церковь и святой церкви. Мы имеем возможность приступать к разным таинствам, и таинство славы, таинство оправдания. Это святой причастий, тело и крови Сына Божия, и к этому таинству мы всегда должны приступать, и приступать со страхом Божиим и верою приступить. Спаси Христос! Я думаю, что вы ощутили очень интересную такую связь библейских текстов с богослужебными текстами, то, что называется литургическое богословие. Конечно, это красивее звучало бы и по-славянски, но не все так хорошо разбираются, поэтому я использовал перевод. Сам я, конечно же, отдаю предпочтение славянскому тексту, в нем есть поэтика и своя глубина, свой ритм и свое обаяние. У нас еще, если Бог жив и Господь позволит, будет встреча по поводу благодарственных молитв, и там мы подробнее поговорим о том, как оберегать это состояние от причастия до причастия, как это делали наши предки, и какие советы, наставления нам дают отцы церкви и само библейское откровение. Теперь, если есть вопросы, давайте два, три, там, четыре, пять вопросов, я постараюсь на них ответить. Микрофон есть у нас замен. Сейчас будет у вас микрофон. Вопрос был такой, в смысле, мы исповедуемся на грамоте причастия вечером, а причащаемся кудром перед слоем дня. Мы же все равно мыслим, мы решили уже пока, то есть я наблюдала, что в некоторых церквях, утром исповедь и то же причастие. Мне кажется, это правильнее, потому что тут такой промежуток не точно по нему и чего-нибудь не решили. Или как он быть? Вы знаете, в храме, в котором я служу, храм Рождества и на притечи в Сокольниках, у нас исповедуют и вечером, и утром. Вечером обычно отец-настоятель выходит, исповедует, а утром в воскресенье я как помогающий провожу исповедь. А если кто-то опаздывает во время моей проповеди перед причастием, отец-настоятель еще раз выходит, третий раз и доисповедует тех, которые только подошли. На самом деле, когда мы говорим об исповеди, мы должны понимать такую истину, что нам не дано в одной исповеди выразить всю трагедию нашего падения, поэтому, кроме таинства исповеди, есть таинство соборования. В таинстве соборования люди прощаются с забытой грехи. Некоторые священники над этим смеются, но давайте вспомним, как пишет Иаков, брат Господин. Он пишет, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров и помолится над ним, помазавший его миром и простятся ему грехи. Какие грехи? Забывчивость это болезненное состояние, соборование как раз и врачует такое состояние, как и другие немощи души и плоти. И с древних времен христиане именно так понимали. Таким образом, вот исчерпать все темы вы не сможете, даже если будете исповедоваться прямо перед самим причастием. но то, что всплывает на поверхность, то, что бросается вам в глаза, скажем так, это вы должны исповедовать. Но при этом, конечно, мы понимаем, что так называемые маленькие грехи, малые грехи, это более серьезная проблема, чем большие грехи. Как к одному старцу пришли две женщины, у одной был тяжелый грех, по-моему, аборт, а у другой женщины были мелкие разные грехи, и когда они хотели исповедоваться, вот та, у которой были мелкие грехи, она стала как бы издеваться на той, у которой такой тяжелый грех, и тогда старец остановил исповедь и сказал женщинам, той, у которой был один большой грех, пойди в поле, принеси камень и положи здесь, а той, у которой были мелкие грехи, как она думала, старец сказал, пойди собери сорок камушков, принеси и положи здесь, и когда они это сделали, старец сказал, а теперь отнесите все назад, откуда вы взяли, и та женщина, у которой был тяжелый грех, она быстро нашла это место и положила на место этот камень, а та, которая собрала сорок камушков, она ходила, ходила, так и запуталась в конец, и она поняла, что на самом деле в духовной жизни никаких мелочей нету. Сейчас во многих храмах я слыхал, как бы исповедь даже убирают перед литургией, это, конечно, компетенция настоятеля, он может и так поступать, но может быть он сравнивает свою святость с нашей греховностью, может быть он может поддерживать свою чистоту, а мы более простые, более грешные нуждаемся в исповеди и всякий раз хотим иметь к ней доступ. Пожалуйста, микрофон. может ли тяжеловольный человек не прибегать к исповеди после соборования? После чего? После соборования, если он пособоровался и является тяжеловольным, он может не прибегать к исповеди? Исповедь, она должна быть ему предложена, если он ничего не помнит такого за собою, действительно тут такой парадокс, сказано, страдающий плотью перестает грешить. И сказано в Библии лучшая пора труд и болезнь. Когда человек трудится или болеет, это лучшая пора для поддерживания нечистоты души. Но если он что-то вспомнит, он имеет право исповедоваться. Потому что соборование это снятие забытых грехов. Потому что сама забывчивость является чем-то болезненным, а там так и сказано, болен ли кто из вас. Еще? он не хочет, исповедоваться. Это его воля, это его решение. Он может пресечаться. А если вот такая ситуация, ты исповедовался, тебе отпустили этот грех, но все равно он на тебе висит. Нет, не может. Давайте разберемся. грех есть как поступок и есть как склонность. То, что называется закон греха, живущий во мне, как пишет Павел. В нас остается закон греха, то есть склонность. но склонность это не повод для того, чтобы нас отправить в ад. Сказано надлежит быть соблазном, но горе тем, через кого соблазн приходит в мир. Что такое соблазн, который приходит в мир? Это соблазн, который реализуется в поступок, опасный для целого мира. Таким образом, когда вы исповедуете, что вот такой-то поступок вы сделали, такой-то, и с вас снимается ответственность, вам отпускается ответственность за эти грехи, на страшном суде с вас никто ничего не спросит. То, что у вас склонность сохранилась, склонность надо контролировать. Для этого существует аскетика, посты, молитвы, аскетизм в целом. Аскетизм это не способ достигнуть спасения, ибо спасение дается даром по благодати. Аскетика помогает нам удерживать дар спасения от причастия и до причастия. Понятно? Ну, понятно. Одно дело склонность, а другое дело предположим, человек убил другого человека, ему всю жизнь дарится. Когда мы говорим о исповеди, мы говорим о том, что и сегодня мы это делали, о том, что только Бог может отпускать грехи. Но мы с вами говорили о том, что Бог перед вознесением на небо эту власть передал церкви. и церковь обладает этой властью. Поэтому человек может исповедовать любой грех. Как и Христос говорит, любой грех и любая хула простится человеком, кроме хулы на Духа Святого. А мы выяснили, что Дух Святой это любовь. Как Павел пишет, любовь Божия излита в сердца вашим Духом Святым. Почему хула на Дух Святого не прощается? Потому что тот, кто не признает Божьей милосердии и любовь, он выносит сам себе приговор, что Бог меня никогда не простит. И он идет на исповедь. И погибает только поэтому. Ведь смотрите, когда Христос умирает, когда его арестовывают, происходят два покаяния. Покаяние апостола Петра и покаяние Иуды. Петр согрешил хуже Иуды. Иуда предал один раз Божественного Учителя, Петр трижды отрекся от него, и он при этом божился, то есть призывал имя Божие, Бога, свидетелей. Но что сказано о покаянии Петра? Он услышал крик петуха и заплакал. Это было раскаяние перед Богом. А что сказано о раскаянии Иуды? Раскаяние Иуды на самом деле было более действенное, чем Петра. Он вернул эти деньги, швырнул их этим людям. сказано, что Иуда раскаялся, пошел и удавился. Ничего себе раскаяние. Два человека раскаялись. Петр перед Богом, уповая на его милосердие, Иуда перед самим собою, самоедство. Он вынес себе приговор. Меня Бог никогда не простит, рассуждал И если бы он не усомнился в божественном милосердии, Господь бы принял его раскаяние. Потому что Христос сам говорит, что любой грех, любая хула простится человеком. Потом мы должны понять, мы христиане, что мы дело имеем не с прощением. Это три разных слова. Прощение, милость и оправдание. Что такое прощение? Ты виновен, тебя прощают, не будем вспоминать. А что такое милость? Ты не просто виновен, ты заслужил наказание, тебя милуют. А что такое оправдание? Никогда не был виновен. Оправдание это юридический термин. идет суд. Прокурор обвиняет, адвокат оправдывает, судья выносит приговор. Оправдан. Никогда не был виновен. Как у Исаии Бог говорит, если грехи твои будут как багряные, как снег убелю, как пурпура очищу. Поэтому исповедовать ранее исповеданный грех недопустимо и граничит с богохульством. Мы должны верить в таинство церкви, в слова Христа, в противном случае мы оскорбляем таинство, где священник отпускает грехи не силой своего благочестия, а в силу того поручения, которое дал Христос. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останется, то, что свяжете на земле, будет связано на небе, разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И мы видим, что власть церкви совершит нечто на земле, и это отразится и на небе. Пожалуйста, давайте, может быть, два последних вопроса. Скажите, а вот тогда сказали, что смертельные грехи практически не прощаются, как это понимается? Все грехи прощаются. Есть грехи, которые выглядят как простительные, малые заповеди, там смотрел с вожделением, а прелюбодеяние это уже серьезнее. Или ты гневался, а кто-то потом пошел и убил. Это же разные дела как бы. Пожалуйста. Адам сотворен по образу и подобию Бога. Была ли в природе Адама расположенность совершит грех? ни в природе Адама и ни в природе Люцифера, дьявола, не было предрасположенности совершить грех. Блажен Августин, когда пишет о дьяволе, он пишет, нету другой причины его падения, чем его стремление к благу любви. Потому что если мы скажем, что причина падения дьявола это его гордыня или как-то еще, возникнет вопрос, откуда взялась гордыня. И так до бесконечности. Поэтому Августин находит решение. Он говорит, нету другой причины, кроме стремления к благу любви. Но это стремление было не упорядочено. Например, есть слово прелюбодеяние. Это славянское слово, славяно-русское. Что оно означает? Перелюбил. Вот что оно означает. Само чувство, которое у мужчины к женщине, оно законно. Но когда человек нарушает границы, установленные Божьим законом, перелюбил. Так и проблема дьявола. Он, как и другие ангелы, воспевал Бога, прославлял его, он приближался к Богу. Но в экстазе вот этой божественной любви, ведь что такое любовь? Ты хочешь быть ближе к объекту любви? Он возомнил себя быть равным Богу. И если для Сына Божия это не хищение, возомнить себя быть равным Богу, потому что сущность божественная одна у трех лиц Святой Троицы. Для дьявола это было начало его выпадания. Адам был пойман на том, что он был создан по образу Бога, приближался к его подобию, и дьявол сказал, будете как Боги, знающие добро и зло. То есть вот это стремление их к Творцу, через уподобление ему, дьявол использует как мотивацию для их падения. Поэтому это все послаждение. И последний давайте вопрос. Повторите в самом тексте есть такое слабое отражение той реальности, которая за этими словами скудными скрывается. И Павел пишет, апостол, 1 Коринфянам 13 глава, теперь мы видим гадательно как бы сквозь тусклое стекло. А тогда познаем так, как мы были познаны. Поэтому назначение учения о мытарстве подсказать людям на какие грехи прежде всего надо обращать внимание, чтобы не застрять где-то. Вот в 70-х годах умер известный такой иерарх нашей церкви. И вот я уж не знаю как он сумел, но явился во сне нескольким монахом, причем в разных обителях, и попросил, он сказал, я застрял на таком-то мытарстве, усильте молитвы. И все стали молиться так усиленно за него, и миряне об этом узнали. И вот как-то чудо Божье он похоже миновал эту ступень. Наша задача, когда мы готовимся к той жизни, прежде всего проявлять упование на действия благодати. Мы не сможем себя отшлифовать так, чтобы быть способными войти Царствую Божию. Не получится. Если бы это получалось, то достаточно было бы Ветхого Завета. Как сказано, «Закон произошел через Моисея, а благодать истинна через Иисуса Христа. Но законом не спасается никакая плоть. Законом познается грех, пишет Павел». То есть назначение закона – это как зеркало, в котором мы увидим, какое наше печальное состояние, чтобы увидев, мы бы шарахнулись от самих себя и начали бы искать спасение во Христе и со Христом. Который говорит, что любой грех и любая хула простится человеку. Помолимся.